О важной роли педагога, учителя, наставника говорили в Институте психологии и образования Казанского университета. На третьей Всероссийской научно-практической конференции Андреевские чтения собрались коллеги, ученики и продолжатели идеи профессора КФУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Валентина Андреева. На встречу приехали внуки и дети академика Андреева. Для них конференция стала уже доброй традицией. Он относился к тому, что он делает, не просто к какой-то работе, а к настоящему призванию. И один из его законов, который он формулировал, чтобы образование переходило в самообразование, воспитание в самовоспитание и развитие в творческой саморазвитии личности. На конференции ежегодно обсуждаются вопросы современных концепций педагогического образования в контексте творческого саморазвития личности. Ученики и последователи профессора Валентина Андреева с теплотой вспоминают время, когда познакомились с ним и его трудами. Изначально мое становление как педагога и в дальнейшем как ученого произошло, собственно, на одной из таких конференций. Но это были не Андреевские чтения, а конференции, организованные Валентином Ивановичем Андреевым на Яльчике. Ученики и сейчас, когда заслуженного деятеля науки Российской Федерации не стало, продолжают его дело. Начиная с 1995 года я начал исследования в области педагогики экстремальных условий. Мы начали давать высшее образование заключенным, которое находится в исправительных учреждениях. Та работа, о которой мы сегодня говорим, это труды Валентина Ивановича, они послужили основой, в частности, моих исследований в области педагогики. Тематика докладов пленарного заседания была достаточно обширной и разнообразной. Анна Глазунова, Леонард Велитяров, Универньюс. Анна Глазунова, Леонард Велитяров, Универньюс.